Это основной государственный экзамен по обществознанию. Мы будем с вами анализировать итоги за год кампании 2023 года. Ну и после этого я кратко скажу о тех изменениях, которые планируются в основном государственном экзамене в 2024 году и отвечу на ваши вопросы, связанные с подготовкой к экзамену предстоящему, если таковые у вас появятся. Ну, в принципе, вам никто не запрещает в чат писать свои вопросы, и по ходу моего выступления я буду смотреть на вопросы и либо реагировать на них сразу, либо вот в конце, когда останется время, на все ваши вопросы оптом с удовольствием отвечу. Итак, сначала о структуре контрольно-измерительных материалов по обществознанию, которые были предъявлены нашим учащимся на экзамене 2023 года. Сразу скажу, что никаких существенных изменений в структуре контрольно-измерительных материалов в 2023 году предъявлено не было. То есть экзамен по форме ничем не отличался от аналогичного экзамена 2022 года, когда, как вы помните, у нас была впервые после перерыва, связанного с ликвидацией последствий новой коронавирусной инфекции, проведен экзамен в письменном виде по обществознанию. И вот как раз сразу Федеральный институт педагогических измерений порадовал нас новым форматом экзамена, новыми контрольно-измерительными материалами. Первая часть также содержала 16 заданий с кратким ответом. Часть вторая, я так понял, что меня, наверное, не видно или видно все-таки мое изображение. Мне просто самому черный экран показывает вместо самого себя. Вот и я думаю, что портрета почему-то нет. О, вот теперь портрет появился. Трудно работать сразу на две камеры, особенно когда одна другую заслоняет. Простите меня, пожалуйста. Так вот, 16 заданий с кратким ответом. Вторая часть содержала 8 заданий с развернутым ответом, которые требовали развернутого ответа от ученика. При этом каждому из заданий со второго по четвертое, с седьмого по одиннадцатое, тринадцатому, четырнадцатому и с шестнадцатого по восемнадцатый предлагалось четыре варианта ответа, из которых только один был правильным. Ну и задание считалось верным, если участник экзамена записал номер правильного ответа. В заданиях 15 и 19 ответ давался в виде последовательности цифр, а в задании номер 20 в виде слова или словосочетания. Ну и задание номер один, пять, шесть, двенадцать, из двадцать первого по двадцать четвертое самостоятельно формулировались школьниками и записывались на бланки для развернутых ответов. И только эту часть у нас проверяли эксперты, работавшие в Архангельске. Поскольку мы с вами перешли на новые федеральные государственные образовательные стандарты, то, как нам заявили составители заданий из ФИПИ, вот новый формат ОГЭ как раз и был предназначен для того, чтобы не просто проверять знание его компоненту, но еще и обязательно проверять определенные умения, которые предусмотрены в федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования. Так вот, задание номер один проверяло умение понимать социальные свойства человека, его взаимодействия с другими людьми, определять сущность общества как формы совместной деятельности людей, характерные черты и признаки основных сфер жизни общества, содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. Задания 4, 9, 11, 14, 15, 18 и 20 проверяли умение объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов, включая сюда взаимодействие между собой природа и общества, человека и общества, различных сфер общественной жизни, гражданина и государства. Задания 2, 3, 6, 8, 13, 17 проверяли умение приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений, ситуации, регулируемых различными видами социальных норм, деятельности людей в разных сферах, либо умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие какие-то типичные ситуации в различных сферах деятельности человека. Задания номер 5 и номер 12 проверяли умение осуществлять поиск социальной информации, представленной в виде какого-то изображения, и оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм или экономической рациональности. Задания 7, 10, 16 проверяли умение описывать основные социальные объекты, явления, процессы с выделением их существенных признаков, структурных элементов и основных функций, или умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека. Девятнадцатое задание проверяло умение сравнивать между собой социальные объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции, выявляя черты их сходства и различия. Задания второй части объединены были фрагментом какого-то научно-популярного текста и проверяли сразу комплекс целых умений. Это осуществлять поиск социальной информации по заданной теме в разных ее источниках, либо в материалах СМИ, учебном тексте, других адаптированных источниках, статистических материалах, носителях аудио-визуальной информации. Составлять на их основе план. Это задание номер 21. Приводить примеры социальных объектов, явлений, процессов определенного типа. Это задание номер 23. Анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать социальную информацию из адаптированных источников, соотносить ее с собственными знаниями. Это задание номер 24. При этом, что у нас еще важно отметить в структуре, в компоновке заданий первой части. Задания, представляющие отдельные модули курса общества знания «Человек и общество. Сфера духовной культуры» проверялись в заданиях со второго по четвертое. Относящиеся к модулю экономики стояли на позициях с шестой по девятую. При этом задание номер 6 проверяло основы финансовой грамотности, которая теперь официально у нас интегрирована в общий курс общества знания. Социальная сфера проверялась в заданиях 10 и 11. Сфера политики – задание номер 13 и 14. Модуль «Право» в заданиях с 16 по 18. Ну а что касается заданий развернутой части, то они компоновались таким образом, чтобы на разном материале, но проверить обязательно какой-то один из модулей курса общества знания, которому посвящен вот тот обществоведческий текст, который предлагался ученикам для ознакомления в начале развернутой части. Теперь посмотрим непосредственно на изменения, произошедшие в 2023 году. Так вот, по сравнению с 2022 годом изменилась не форма проведения экзамена, а скорее проверяемая в контрольно-измерительных материалах содержание. И именно в этом заключалась сложность для обучающихся. Все-таки в 2022 году спрашивались более очевидные темы из курса общества знания основной школы, а вот в 2023 году уже более сложные темы были предложены для анализа, для работы нашими обучающимися. Вот в первом задании, в открытом варианте, я подчеркиваю, коллеги, я не имею права оглашать ни количество вариантов, которые были в нашем субъекте федерации, ни разглашать конкретные задания и правильные ответы на них, которые были у нас на территории Архангельской области, потому что некоторые из этих вариантов могут быть в ФИПИ использованы повторно, если не в нашем регионе, то в других регионах России. И мне дано разрешение только один так называемый открытый вариант, который закреплен за нашим регионом, вам огласить, потому что задания этого открытого варианта уже добавлены в сентябре месяце в тот самый, на сайт ФИПИ, в тот самый сайт, где размещается открытый банк заданий ОГЭ, то есть эти задания больше не будут использованы на основном государственном экзамене в следующие годы, зато ваши ребята могут ими пользоваться и решать в открытом банке заданий ФИПИ. Так вот, задание номер один требовалось определить два основных компонента структуры деятельности, среди предложенных пяти понятий подходили только понятия объекта и цели, и дать определение одного из этих двух терминов, либо объяснить, что такое объект деятельности, либо объяснить, что такое цель деятельности. В задании номер семь у учеников спрашивались различные значения понятия экономика. В задании номер двенадцать требовалось интерпретировать выбор респондентами наиболее эффективных способов определения судеб детей, оставшихся без попечения родителей. И ответы экзаменуемых показали, что они не вполне понимают смысл таких форм, как опека и попечительство и приемная семья. А это означает, коллеги, что когда мы с вами даем тему семья в курсе общества знания, то мы либо вообще не доходим с вами до вот таких форм, как усыновление, опека, попечительство, приемная семья, либо совершенно формально подходим к характеристике этих понятий, не вдаваясь в детали. И это особенно сказалось при аргументации. Вы помните, что в двенадцатом задании нужно не только выбрать общие или различные ответы, которые давали респонденты, а еще и аргументировать обязательно, почему там тридцатилетние, пятидесятилетние выбрали ту или иную форму определения судьбы детей, оставшихся без попечения родителей. В пятнадцатом задании нужно было понимать круг вопросов, относящихся к гражданским и административным правоотношениям. То есть надо привыкать к тому, что отрасли права не только в одиннадцатом классе, но и в девятом классе будут с каждым годом спрашиваться на все более и более глубоком уровне. В шестнадцатом задании нужно было выделить различия между правовыми нормами и нормами морали, как видами социальных норм. В задании номер семнадцать требовалось понимать, какие вопросы регулируются нормами гражданского, семейного, административного и трудового права. То есть мы видим уже второе по счету задание ОГЭ, касающееся отраслей права. Также ужесточились и требования к правильному ответу на задание развернутой части ОГЭ. В частности, в задании номер пять открытого варианта требовалось назвать точное наименование парламента в Российской Федерации в соответствии с текстом нашей Конституции. Напомню вам, что полное официальное название это Федеральное собрание Российской Федерации. Если ученик писал просто Государственная Дума и Совет Федерации, то такой ответ нельзя было засчитывать в качестве верного. Вот так распределились у нас первичные баллы. То есть мы видим, что ГОРБ, наибольшее количество учеников, которые получили определенные баллы, у нас находятся примерно посередине. То есть у нас ни влево, ни вправо вот эта волна, она не сместилась. При этом, в принципе, в двадцать третьем году уже будет валидным, допустимым прямо сравнивать между собой результаты предшествующего двадцать второго года с результатами двадцать третьего года. Еще в прошлом году, я вам говорю, что некорректно сравнивать с предшествующими периодами, потому что у нас сменился и формат экзамена, и был длительный перерыв вообще в сдаче основного государственного экзамена. Теперь у нас экзамен проводится второй год подряд, без какого-либо перерыва, поэтому и ученики, и учителя постепенно восстанавливают навыки подготовки к экзамену. Кроме того, учащиеся, которые сдавали экзамен в двадцать третьем году, в дистанционном формате, да, проходили обучение только в шестом классе, ну а меньшинство вопросов на ОГЭ как раз касались тех тем, которые изучаются в курсе шестого класса. То есть дистант никак не мог повлиять на качество их знаний. Ну и третьих, модель экзамена двадцать третьего года была практически идентична той же самой модели, что использовалась в двадцать втором году, но и самые сложные темы курса общества знаний, экономика, политика, право, они изучались учениками в восьмом и девятом классах уже в режиме очного обучения и в полном объеме. Поэтому это тоже никак не должно было отразиться на результатах основного государственного экзамена. И вот давайте сравним, что мы видим с вами в сравнении с предшествующим годом. Мы увидели с вами, что у нас значительно сократилось количество двоечников. На четыреста пятьдесят два двоечника у нас меньше, чем в предшествующем периоде. И доля двоечников на ОГЭ у нас сократилась на четыре с половиной процента. Точно так же на восемьсот тридцать шесть человек уменьшилось число получивших оценку удовлетворительно. И общая доля троечников сократилась у нас чуть больше, чем на пять процентов. Увеличилось значительно количество хорошистов на семь целых восемьдесят пять сотых процента. Ну и незначительно, но все-таки увеличилось количество отличников. Мы видим, что в общей сложности у нас число двоечников и троечников уменьшилось на тысяча двести восемьдесят семь человек, а число хорошистов и отличников выросло только на двести двадцать. Вы вправе задать логичный вопрос, как это так получилось. Убыль двоечников и троечников измеряется больше, чем тысячью, а хорошистые отличники у нас выросли только на двести двадцать человек. Куда девались все остальные? А ларчик просто открывается. У нас на тысячу человек примерно уменьшилось количество девятиклассников, сдававших в двадцать третьем году основной государственный экзамен. На тысяча шестьдесят шесть человек сдавало меньше. И вот именно эти самые немотивированные, самые слабо успевающие ученики, видимо, в последний момент переориентировались на сдачу других экзаменов по другим предметам, которые, видимо, они сочли для себя более легкими, нежели чем общество знания. Возможно, их напугало, что в прошлом году у нас двадцать пять процентов сдающих получило оценку неудовлетворительно, как вы помните. И вот они резко изменили свое отношение к учебным предметам, возжелав сдавать там географию, информатику или еще какие-то другие предметы. Соответственно, не стали нам портить общую статистику в этом году. Среди решивших все-таки сдавать экзамен, мы видим более высокий уровень подготовки по сравнению с двадцать вторым годом, о чем как раз и свидетельствует статистика, улучшение статистики, да, по тем, кто получил оценки хорошо и отлично. Также это свидетельствует еще и о том, что учителя у нас тоже сумели адаптироваться к новой модели основного государственного экзамена, введенной в две тысячи двадцать первом году, и скорректировали свою работу с учетом не очень хороших результатов прошлогоднего экзамена. Ну а теперь посмотрим, сначала проанализируем итоги выполнения первой части. Вот в этом году самым легким для учащихся оказался раздел «Социология». Напомню, что в двадцать втором году самым легким разделом для учеников оказался раздел «Человек и общество». Средний процент выполнения заданий по этому разделу составил 79,5%, что почти на 30% лучше, чем в 2022 году. Из двух заданий, проверяющих знания по этому разделу, самым простым для школьников оказалось задание номер 11, повышенного уровня сложности. Его выполнило более 80% девятиклассников. В открытом варианте на этой позиции задавался следующий вопрос. Верны ли следующие суждения о социальной роли? И давалось два суждения. Социальной ролью называют ожидаемое поведение личности, связанное с ее положением в обществе, и типичное для данной общественной группы. И утверждение второе, то что все социальные роли человека определены еще при его рождении. Гораздо большие затруднения в этом разделе вызвало задание номер 10 базового уровня сложности. Что парадоксально, да? С точки зрения составителей заданий, базового уровня задания должны щелкаться, как орешки, но вот с ним справилось только 78,8% экзаменуемых. У них спросили, и семья, и трудовой коллектив могут являться территориальными общностями, малыми группами, социальными слоями или неформальными группами. На втором месте по успешности выполнения оказался раздел «Человек и общество». Его осилили 75,4% выпускников девятых классов, что несколько хуже на 8 с лишним процентов, чем в 2022 году. В этот раз наиболее простым для учеников оказалось задание номер 2 базового уровня сложности. В открытом варианте их спросили, какой из примеров иллюстрирует влияние природы на общество. Борьба народов Древней Руси с печенегами и половцами, возведение вокруг городов крепостных стен, башен и рвов с водой, трудность содержания домашних животных древними славянами из-за длительной зимы и, в-четвертых, распространение христианской веры и культуры на Русь из Византии. Обращаю ваше внимание, это новшество, в принципе, в экзамене, когда, по сути дела, межпредметные и межкурсовые связи проверяются в заданиях основной части основного государственного экзамена. То есть мы видим, среди предложенных четырех вариантов ответа, во всех четырех вариантах идет отсылка к курсу отечественной истории для шестого класса основной школы. Более сложным для детей оказалось задание номер три, повышенного уровня, с которым справилось 74,8%. У учащихся спросили, религии от других форм духовной культуры отличают отражение мира в художественных образах, особая значимость субъективного восприятия мира, доказательность теоретических положений, признание идеи сотворения мира сверхъестественными силами. Вот, а наибольшее затруднение у них вызвало задание номер четыре базового уровня сложности, которое смогли выполнить только 64% учеников. В этом задании предлагалось проанализировать два суждения об обществе. Группу людей, объединившихся для общения и совместной деятельности, можно назвать обществом, вне общества, невозможно становление и развитие личности. На третьем месте по сложности у учеников оказался раздел политология. С ним справился 71 с хвостиком процент учащихся, что на 6,98% лучше результата 2022 года. Из двух заданий, входящих в этот раздел, более простым для школьников оказалось задание номер 13 базового уровня. В этом задании спрашивалось, организация Z провела свой учредительный съезд и приняла программу действий. Какая информация позволяет судить о том, что данная организация является политической партией? Партия, образованная из представителей одной профессии, организация нацелена на участие в парламентских выборах, лидером организации является известный журналист, или, что члены организации разработали свои эмблему и гимн. Гораздо большую сложность вызвало задание номер 14 повышенного уровня сложности. С ним справилось 63,5% учеников. В этом задании просили проанализировать два суждения о политике. Политика затрагивает интересы всех граждан, и только государства являются у нас субъектом политики. Теперь переходим к более сложным разделам курса. Так вот, следующим по сложности оказался раздел экономика. Его смогли выполнить 62,6%. И это у нас своеобразный провал года. Мы видим, что это на 17,5% ниже результатов 2022 года. Давайте проанализируем, почему. По-прежнему наиболее простым для школьников оказалось задание номер 6 по финансовой грамотности. Его полностью правильно сделали 60,7% учеников. Это несколько хуже, чем в 2022 году. А частично, то есть хотя бы один балл за выполнение этого задания, смогли выполнить 96% учеников. Это на 4,6% лучше, чем в прошлом году. В открытом варианте на этой позиции была предложена следующая задача. Василию Кузьмичу срочно понадобились деньги, и он пошел к банкомату. Ему показалось, что на выбранном им банкомате, рядом с отделением для приема карт, установлено какое-то дополнительное устройство. В помещении, где были установлены банкоматы, толпились люди. Два человека оказались за спиной Василия Кузьмича, который набрал пин-код карты, забыв прикрыть рукой клавиатуру, и получил деньги. Какие небезопасные для своих личных финансов действия совершил Василий Кузьмич? Как ему надо было правильно поступить в данной ситуации? Обращаю ваше внимание, что главная ошибка учеников при ответе на это задание заключалась в том, что они невнимательно читали условия задачи. Ведь вопрос задан, особенно первый вопрос, во множественном числе. Какие небезопасные действия? То есть необходимо было выписать все, абсолютно, без исключения, небезопасные действия, совершенные Василием Кузьмичом. К сожалению, подавляющее большинство учащихся просто написало, что нужно было закрыть клавиатуру рукой. А тот факт, что могли подсмотреть другие люди, то, что было еще какое-то дополнительное устройство, прикреплено к этому банкомату, они на это вообще не обратили никакого внимания. На самом деле правильный ответ здесь был вообще не пользоваться данным банкоматом, поскольку его внешний вид внушал какие-то подозрения. Потому что мы ведь не знаем, какое это было устройство, и что именно оно считывало. Была это видеокамера, которая могла бы подсмотреть пин-код, который набирает своими пальцами Василий Кузьмич, либо это был какой-то сканер, детектор, который мог просканировать саму эту карту, считать ее чип-корд. Понятно, что никакая рука от такого способа съема информации с карты она не спасает. Поэтому здесь единственно правильный вариант вообще не пользоваться данным банкоматом. Задание номер 8 базового уровня сложности выполнили 74,8% учеников. В открытом варианте у них спрашивали. 13% налог взимается с доходов физических лиц. Объектом этого налога являются налогоплательщик, заработная плата, фирма или налоговая служба. То есть, в принципе, дети должны были отличить, чем субъект налога отличается от объекта налога. Задание номер 9 повышенного уровня сложности не вызвало затруднений у 74% девятиклассников. Их попросили проанализировать два суждения рыночной экономики. Рыночной экономике свойственна конкуренция производителей, и рыночная экономика периодически подвержена кризисам. А вот самым сложным в разделе экономика для учащихся в этом году оказалось задание номер 7. И опять же, по иронии судьбы, базового уровня сложности. Вообще, как-то в этом году именно с базовыми заданиями у детей творилась беда. Оно также оказалось единственным заданием первой части ФИПИ, которое было выполнено хуже целевых показателей ФИПИ. Дело в том, что у ФИПИ есть свои нормативы, если задание базового уровня, сколько процентов должны с ним справляться. Если задание повышенного уровня сложности, опять же, сколько человек должно справляться. Если задание высокого уровня, сколько процентов должно справляться. Так вот, главной проблемой для экзаменуемых стала недостаточная сформированность понятийного аппарата. Непонимание того, что часть понятий может использоваться как в широком, так и в узком смысле, либо иметь сразу два-три значения. Кроме того, необходимо было сопоставить видовые отличия понятия с конкретными проявлениями, примерами их использования на практике. Вот в данном конкретном задании у девятиклассников спросили. Существует несколько значений понятия экономика. Что из перечисленного иллюстрирует экономику как хозяйство? Анализ изменения показателей биржевой активности. Объяснение причин роста инфляции. Выявление закономерностей формирования спроса. Или оказание населению парикмахерских услуг. Многие вот не привыкли различать между собой экономику как науку и экономику как систему хозяйствования. И вот именно на уяснение тонкостей значения каждого из этих смыслов понятия экономика и было направлено это задание в 2023 году. А вот самым сложным для девятиклассников в текущем году оказался раздел права. С заданиями по этому разделу справились полностью 58,1%. Частично, точнее наоборот, да, частично 58,1%. То есть они хотя бы один балл получали за выполнение заданий. А полностью 52,8%. Что в целом все-таки несколько лучше, чем в прошлом году. Но все же мы видим, уже второй год подряд этот раздел является самым сложным для учеников Архангельской области. Задание номер 15 базового уровня сложности смогли выполнить 65,9%, а безукоризненно 44,8% выпускников. В этом году их спросили, установите соответствие между ситуациями и видами правоотношений. И было предложено следующие пять ситуаций. Гражданин К. заключил с фирмой договор о ремонте квартиры. Гражданка Р. открыла гостиницу. Министр подписал приказ о назначении нового начальника департамента своего ведомства. Гражданин Н. громко включил музыку в своей квартире в ночное время и нарушил отдых соседей. И дедушка подарил внучке принадлежащую ему квартиру. И вот нужно было рассортировать, какие из этих ситуаций относятся к административным правонарушениям, а какие относятся к гражданским правоотношениям. Шестнадцатое задание базового уровня сложности одолело 59,8% девятиклассников. Их спросили, право, в отличие от морали, регулирует общественные отношения, опирается на общественное мнение, охраняется силой государства или опирается на представление о добре и зле. В данном случае многие дети путали между собой общие признаки социальных норм, а они тут спрятаны, да, среди ответов, признаки отличительной морали от признаков отличительных права, а спрашивали только про отличительные признаки права, которые не свойственны другим видам социальных норм. Задание номер восемнадцать повышенного уровня сложности выполнили 53,6% экзаменуемых. У них спросили, верны ли следующие суждения об основах конституционного строя Российской Федерации. Первое суждение. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. И суждение второе. Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории. И вот самым сложным для учеников оказалось задание номер семнадцать базового уровня сложности. Опять мы видим, именно базовые задания оказались самыми неподъемными для девятиклассников. С ним справилось только 53% выпускников. Их спросили. Во время ремонта старого дома бригада строителей обнаружила клад со старинными монетами. Сдала его в отдел полиции, но положенного вознаграждения не получила. Данный пример иллюстрирует правоотношения. Гражданские, семейные, административные или трудовые. Особо следует сказать о блоке заданий, которые проверяют сформированность у учащихся умений и навыков. Это задания номер один, пять, двенадцать, девятнадцать, двадцать, из двадцать первого по двадцать четвертое. В 2023 году с ними справились в целом 60,0% девятиклассников. А вот полностью максимальные баллы за эти задания смогли получить 28% девятиклассников. Что немного лучше, чем в предыдущем году. Если мы посмотрим общее количество учеников, которые справились с этими заданиями, то на 2,1% лучше. А вот с точки зрения максимального балла мы можем порадоваться с вами. На 7,2% ученики стали справляться лучше с заданиями этой части. Так вот, задание номер один, повышенного уровня сложности, проверяло владение учениками понятийным аппаратом. В открытом варианте у них спрашивали, какие два из перечисленных понятий используются в первую очередь при описании структуры деятельности. И давалась такая цепочка понятий. Объект, игра, цель, труд и учеба. То есть мы видим, здесь смешаны между собой две классификации. Классификация видов деятельности и классификация структуры деятельности. Нужно было отличить одно от другого. И правильно раскрыть смысл любого из компонентов структуры деятельности. Так вот, если правильно выбрать оба термина смогли 56,9% девятиклассника, это на 24% ниже, чем в 2022 году, то дать определение одного из этих двух терминов смогли 37,1%. Это все-таки лучше, чем в предыдущем году. То есть мы видим, да, определенную работу по формированию понятийного аппарата мы у них провели, но вот разобраться в хитросплетениях двух классификаций ученики у нас все-таки не смогли. И выделить два вида, два компонента из структуры деятельности, в отличие от видов деятельности, они с этим не справились. Также владение понятийным аппаратом проверялось в задании номер 20 базового уровня сложности. Здесь нужно было определить термин по одному из представленных признаков. Так вот, в открытом варианте была представлена следующая таблица с пропуском. Первая сфера называлась экономическая сфера. В ней организуется хозяйственная жизнь, координируется действие всех хозяйствующих субъектов. А вот вторую сферу нужно было опознать по описанию, что она охватывает взаимоотношения людей разных возрастов, народов, сословий, профессий, политических и религиозных взглядов, культурных предпочтений. То есть нужно было написать, что перед нами социальная сфера. С этим справилось 61,6% экзаменуемых, что на 24% больше, чем в 2022 году. То есть определять термин по его какому-то сущностному признаку наши ученики стали лучше в предыдуем году. Но все-таки пока мы видим это 61%, а не 80% или 90%. При том, что задание, подчеркиваю, базового уровня сложности. Достаточно уверенно справились школьники заданием номер 19, повышенного уровня сложности, проверяющего умение находить черты сходства и различия различных социальных объектов. Правда, мы видим на 1,9% результат этого года хуже, чем результат предшествующего года. В открытом варианте давалось такое задание. Артем планирует после окончания 9 класса общеобразовательной школы получить в колледже профессию автомеханика, а Виктор учится в 10 классе. Сравните два типа учебных заведений, упомянутых в условии задания. Общая образовательная школа и колледж. Выберите и запишите в первую колонку порядковые номера черт сходства, а во вторую порядковые номера черт различия. И давалось 4 черты. Получение диплома по выбранной профессии, изучение основ естественных и гуманитарных наук, прохождение производственной практики на предприятии и возможность дальнейшего обучения в ВУЗе. Ну, а наиболее провальными для учеников оказались задания номер 5, 12 и с 21 по 24 второй части основного государственного экзамена. Задание номер 5 базового уровня сложности проверяет владение понятийным аппаратом и способность к абстрактно-логическому мышлению. Так вот, безукоризненно с этим заданием смогли справиться 12,3%. Это почти на 6% лучше, чем в 2022 году. А частично справиться с заданием смогло 48% учеников, что более чем на 7% превышает показатели 2022 года. В открытом варианте давалась фотография фасада здания Государственной Думы. Вы видите эту фотографию на слайде. И учеников спрашивалось, для иллюстрации, какой ветви государственной власти может быть использована данная фотография. Какие полномочия Государственной Думы? Нужно было указать два любых полномочия. Что характеризует демократические выборы? Указать любые две характеристики. И как называют парламент России? То есть мы видим, что вопросов стало больше, и эти вопросы охватывают самые разные аспекты раздела политологии. В этом году затруднения у экзаменуемых вызвали в первую очередь ответы на второй, третий и четвертый вопросы этого задания. При этом наибольшие сложности возникли с характеристикой демократических выборов и официальным номинованием парламента. Яковлок вам уже сегодня говорил, не все помнят, что это Федеральное собрание Российской Федерации. Заданием номер 12 в этом году частично справилось 73,9% школьников. Это на 1,4% лучше, чем в 2022 году. А вот полностью успешно смогло справиться лишь 2% учеников. Это значительно хуже, чем в прошлом году. В открытом варианте ребятам предлагались результаты социологического опроса 30-летних и 50-летних граждан по вопросу, какой способ определения судьбы детей, оставшихся без попечения родителей, по их мнению, позволяет наиболее эффективно защитить интересы и права таких детей. И от них требовалось сформулировать один вывод о сходстве и один вывод о различии в позициях групп опрошенных. А затем интерпретировать результаты опроса, попытаться объяснить возможные причины сходства и различия в их позициях. Напомню вам, что такое сходство. Чертами сходства мы можем с вами считать совпадающие самые популярные, либо наоборот самые непопулярные ответы у обеих групп, при том, что конкретное число процентов в той или другой группе опрошенных может быть не одинаковым, либо абсолютно одинаковые ответы у обеих групп. То есть это не обязательно самый популярный вариант, но это тот вариант, за который высказалось равное количество, равный процент опрошенных обеих возрастных групп. При этом в социологии, напомню вам, статистическая прогрешность равняется 2-3%, поэтому разница в 5% не может считаться одинаковым ответом. Посмотрим на ту диаграмму, которая предлагалась школьникам в данном варианте. Что мы видим? Мы видим с вами первый вариант определения сходства. У нас абсолютно одинаковое количество опрошенных по 20% в обеих группах выбрали ответ опека и попечительства. И второй вариант, да, мы видим абсолютно одинаковое количество опрошенных по 5% выбрали вариант ответа детские дома. Поэтому дети могли выбрать и написать в качестве черты сходства либо то, что равное количество опрошенных по 20% в обеих группах считают лучшим способом устройства детей опеку и попечительства, либо что по 5% в обеих группах таким способом считают детские дома. Либо то, либо другой. Все остальные ответы не могут считаться чертами сходства в данном конкретном задании. Теперь что такое различие? Различие – это несовпадающие позиции у обеих групп по одному и тому же критерию, либо несовпадающие между собой самые популярные или наоборот самые непопулярные ответы у обеих, подчеркиваю, у обеих групп. Посмотрим на нашу диаграмму и что мы с вами увидим. Мы видим, что у нас не совпадают между собой ответы про усыновление. В одной группе это 25%, в другой 65%. И не совпадают между собой ответы про приемную семью. В одной группе 50%, в другой только 10%. Как можно было скомбинировать между собой ответы обеих групп опрошенных, чтобы получить черты различия? В нашем случае мы могли бы написать, что для 50-летних усыновление имеет большее значение, чем для 30-летних, потому что там 65%, а здесь 25% опрошенных высказались за этот ответ. Либо, если мы пойдем с позиции, какой ответ является самым важным для тех и для других, то различие будет заключаться в том, что для 30-летних самым важным является приемная семья, это 50%, а для 50-летних усыновление. Этот вариант выбрали 65%. Еще раз подчеркиваю, и тот, и другой вариант выявления различия будут считаться корректными. И ребенок получит балл, если он один из этих двух ответов сформулирует. Теперь, какие главные затруднения в этом году возникли у ребят с выполнением этого задания? Первая проблема – это непонимание того, что вывод – это развернутое суждение, обязательно с опорой на факты. Многие просто писали нам в режиме смс-ки «сходство-усыновление», «различие-приемная семья», при этом не указывая ни название групп опрошенных, ни количество процентов, либо хотя бы в разах посчитать разницу, или в процентах посчитать разницу во мнениях между респондентами. Вторая ошибка – что сравнивать нужно обязательно разные группы респондентов, а не разные варианты ответов внутри одной и той же группы. В-третьих, что в выводе необходимо указать долю опрошенных, считающих так. Не просто, что опрошенные считают, а обязательно, что равное количество опрошенных обеих групп. Или что в первой группе на 40% больше опрошенных, чем во второй считают, что. Но почему не засчитывались ответы «опрошенные считают»? Потому что при такой формулировке получается, что как будто бы все 100% опрошенных считают так. А на самом деле диаграмма свидетельствует о том, что таковых может быть либо 20%, либо 40%, но ни в коем случае не все 100%. То есть, когда ребенок делает вывод, что опрошенные считают, то есть имеется в виду, что все 100%, вывод получается ложным, несоответствующим представленным в диаграмме данным. Еще одна ошибка, но она уже касается интерпретации второй части этого задания. Что сделанные выводы должны быть интерпретированы обязательно на основе научных знаний, а не личного мнения учащихся. То есть не я согласен с этими опрошенными, а то, что приемная семья более важна для 30-летних, потому что они более склонны брать на воспитание несовершеннолетних и получать за это заработную плату. В отличие от 50-летних, которые считают это гораздо менее приемлемым, чем усыновление или традиционная форма опека и попечительства. То есть, видите, опять же, непонимание того, что такое приемная семья, чем она отличается от опеки и попечительства или от усыновления. Что здесь люди не берут этого ребенка в свою семью, он не становится юридически членом семьи, а фактически это разновидность трудового договора, за который люди получают заработную плату. И более пожилое поколение может считать это безнравственным, зарабатывать на чужом горе. Вот эти нюансы дети, поверхностно знающие эти понятия, они не улавливали. И также ошибкой является, что интерпретация, конечно же, обязана охватывать обе группы опрошенных. А часто интерпретация касалась только какой-то одной группы. То есть, ученик пояснял, почему 30-летние так считают или почему 50-летние так считают, но не давал никакого объяснения, почему вторая группа опрошенных считает иначе. Или, если вариант ответа совпадающий, то мотивы выбора этого ответа у разных по возрасту групп могли быть на самом деле совершенно различными. Задание номер 21 выявило, что лишь 76%, это на 5,7% больше, чем в прошлом году, умеет составлять простой план по тексту. Причем только 19,4% из них могут отразить в своем плане все смысловые пункты текста. Здесь классические ошибки, которые совершали школьники, заключались в чем? Ну вот почему все-таки не 100%, а только 76%? У нас до сих пор есть девятиклассники, которые, видимо, вообще не понимают, что такое план. То план должен иметь какую-то структуру, то есть пункты плана обязательно должны быть выделены либо цифрами, либо буквами, либо штрихами, точками, какими-то еще маркерами. То есть мы должны увидеть маркированный список перед собой, а не конспект. Когда просто предложения записываются подряд, получается конспект с текста. Вторая ошибка, да, она уже помешала набрать максимальный балл за выполнение этого задания, заключалась в том, что многие абсолютно механически выписывали каждое первое предложение абзацу. То есть дети наконец-то уже догадались, что если абзацев четыре, то и пунктов плана, скорее всего, должно быть четыре. Но они просто выписывали каждое первое предложение абзаца, наивно полагая, что именно в нем заключен главный смысл. А это далеко не так. В части случаев они угадали, поэтому один балл за выполнение задания не получили, но примерно в половине абзацев они прокололись, там главная мысль могла вообще в последнем предложении быть сформулирована, а могла в явном виде не быть сформулирована ни в одном предложении, поэтому максимальный балл они получить не могли. Задание номер 22 базового уровня сложности показало, что 79,6% девятиклассников, это все-таки лучше, чем в прошлом году, могут найти в тексте готовые ответы на два из трех вопросов. А 47% это тоже результат лучше, чем в прошлом году, на все без исключения вопросы, предложенные авторами задания. В данном варианте спрашивалось, для чего, по мнению Дмитрия Сергеевича Лихачева, у человека в жизни должны быть непременно одна большая личностная цель. Как, следуя рассуждениям автора, нужно относиться к маленьким целям? И какой пример над личностной целью приведен в тексте? Вот чаще всего не давали ответа на второй вопрос, как нужно относиться к маленьким целям. Из-за этого не могли получить максимально возможный балл за выполнение этого задания. Большие трудности у экзаменуемых вызвало задание номер 24. Причем это не просто низкий результат, но еще и результат, который значительно на 11% хуже, чем в прошлом году. В открытом варианте в 24 задании спрашивалось, существует мнение, что современному человеку не нужно ставить никаких над личностных целей. Важно реализовать себя, преуспеть в карьере и в росте благосостояния. Согласны ли вы с этим мнением? Приведите два аргумента, объяснения в защиту своей позиции. Мы видим, что в задании есть два важных условия, которые должны быть выражены и выполнены одновременно. Во-первых, ребенок должен выразить свое согласие, либо несогласие с мнением автора. Если он забыл это сделать, то ответ не может быть оценен как безукоризненный изначально. Даже если он дает нам два аргумента, которые по сути дела либо подтверждают, либо наоборот опровергают мнение автора, но он не выразил свое изначально, что я согласен с мнением, либо наоборот я не согласен с мнением автора, то он уже может получить максимум только один балл за выполнение этого задания. Вторая ошибка заключалась в том, что дети не понимают, что такое аргумент и какова его внутренняя структура. Что аргумент это опять же развернутое, распространенное предложение. Если они отвечали одним словом или словосочетанием, то это не может быть сочтено за аргумент. Кроме того, объяснение, оно конечно может опираться на какие-то факты, но оно должно обладать все равно достаточно высоким уровнем обобщения, абстракции. Если ребенок, по сути дела, нам приводил какой-то пример из жизни, не содержащий в себе никакого обобщения в финале, то такой ответ не мог быть засчитан в качестве аргумента. Это тоже очень распространенная ошибка, которая из года в год повторяется в основном государственным экзаменам. Ну и самые низкие результаты участники ОГЭ продемонстрировали при решении задания номер 23. С этим заданием частично справились 35,4%, что на 1,5% хуже, чем год назад. А полностью смогло справиться вообще всего только 2% учеников. Это чуть-чуть лучше, но лучше всего на 0,5%, чем в 2022 году. Задание выглядело так. Дмитрий Сергеевич Лихачев пишет. Надо быть увлеченным своей профессией, своим делом, теми людьми, которым непосредственно оказываешь помощь, и теми, которым приносишь помощь издали, не видя их. На конкретных примерах покажите каждый из этих двух видов помощи людям. Объясните, почему помогать людям издали, по мнению автора, особенно трудно, но не недостижимо? В чем заключались основные ошибки учеников в этом задании? Ну, во-первых, они вообще не понимали смысла высказывания. Что значит помогать издали, не видя их? Многие просто решали, что речь идет о том, что получатель помощи живет в каком-то другом регионе России. На самом деле речь совершенно о другом. Даже если человек живет в другом регионе, например, объявлен через интернет, сбор помощи на лечение какого-то ребенка больного онкологическим заболеванием. Мы видим фамилию этого ребенка, мы видим фотографию этого ребенка. Чаще всего родители еще и пришпиливают историю болезни. То есть мы прекрасно понимаем, кому конкретно мы оказываем помощь. А не видя их, когда мы вообще не знаем адресатор, который будет являться получателем нашей помощи. Допустим, мы просто переводим деньги в фонд помощи диким животным, не зная, какому конкретно дикому животному в каком регионе России мы тем самым помогаем. Или мы помогаем фонду сохранить жизнь, но при этом мы не знаем, чью конкретно жизнь, какого конкретно ребенка мы при этом сохраняем. Вторая ошибка. Они не понимали, что пример это, опять же, распространенное предложение, в котором должна быть, ну, какая-то фактология. Место действия, субъект действия, содержание этого действия. Опять же, в качестве ответа чаще всего фигурировало какое-то словосочетание. Ну и в-третьих, еще одна важная ошибка, это отсутствие пояснения при ответе на третий вопрос. А ведь там сказано, что помогать людям трудно, но не недостижимо. Вот про эту вторую половинку вопроса, что как бы трудно это ни было, но все-таки с этим можно справиться. И такую помощь можно и нужно оказывать. Дети дать объяснение не смогли. Итоги основного государственного экзамена этого года выявили ряд серьезных недоработок, в первую очередь во владении метапредметными результатами обучения. В том числе, умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. А это задание номер 5 и 12, где требовалось создать четкий алгоритм работы над заданием и выполнять задание в строгом соответствии с этим алгоритмом. Ну, когда я комментировал, да, неуспешность выполнения этих заданий, типичную ошибку, я, по сути дела, эти алгоритмы, с чего нужно было начать, как проводить анализ, как строить свои аргументы и выводы, вот я как раз их и огласил. Второе – это умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Речь шла о задании номер 22, где нужно было обязательно отслеживать количество элементов в ответе, что вопросов было задано очень много. Третье – это умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения и умозаключения, а также делать выводы. Это требовалось в заданиях номер 12 и 24. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Это, конечно же, задание номер 12, где для анализа предлагалась условно-графическая наглядность в виде диаграммы. Смысловое чтение – это задание номер 21 и 22. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности, владения устной и письменной речью, монологической и контекстной речью. Это проверялось в заданиях номер 23 и номер 24. На что нужно обратить внимание при работе с конкретными группами учеников, которые в этом году будут готовиться к основному государственному экзамену? При работе с неуспевающими учениками надо обратить особое внимание на работу со следующими видами заданий. Это задания на работу с понятиями – это номер 1 и номер 20. Задания с анализом двух суждений – это задания 4, 9, 11, 14 и 18. Задания с анализом изображений – это задания номер 5. Задания с анализом и интерпретацией результатов социологического опроса – это задания номер 12. Их хотя бы нужно научить делать выводы – одну черту сходства и одну черту различия на основании данных диаграмм. Опыт апелляций второй год подряд показывает, что именно этих двух баллов чаще всего двоечникам не хватает для того, чтобы переквалифицироваться в троечников. И именно один балл за нахождение сходства и еще один балл за нахождение различия позволили им бы переметнуться в стан победителей. Тех, кто сдал хотя бы на три балла основной государственный экзамен. Это задание на выявление черт сходства и различия – задание номер 19. Нужно особое внимание уделить повторению знаний по разделам экономика, социология, политика и права. Научить их составлять простой план текста – это задание номер 21. И искать социальную информацию в тексте – это задание номер 22. При работе с троечниками нужно обратить особое внимание на работу со следующими видами заданий. Это, опять же, работа с понятиями. Причем здесь нужно особое внимание обратить на умение самостоятельно конструировать определение терминов, чтобы у нас было родовое слово и хотя бы одно видовое отличие в тексте определения. Это задание с анализом двух суждений, задание с анализом изображения, опять же, задание с анализом и интерпретацией результатов социологического опроса, задание на выделение с черт сходства и различия, повторить содержание разделов социология, политика и права, научиться составлять простой план текста, но на этот раз следить за тем, чтобы он охватывал уже весь текст целиком, и искать социальную информацию в тексте, следя за тем, чтобы ученики находили в тексте все необходимые элементы ответа, чтобы они отвечали не только на один вопрос, а на все вопросы, которые к этому тексту заданы. При работе с учениками-хорошистами нужно особое внимание обратить на работу со следующими видами заданий. Это работа с понятиями, опять же, здесь нужно научить самостоятельно конструировать определение термина. Это задание с анализом и интерпретацией результатов социологического опроса, причем здесь нужно уже работать не только над выводами, а особенно над интерпретацией результатов социологического опроса, потому что это дает заветный третий и четвертый балл за выполнение этого задания. Нужно повторить содержание разделов политика и права, составлять план текста таким образом, чтобы он, опять же, охватывал весь текст целиком. В 22 задании, опять же, следить за тем, чтобы ученики находили в тексте все необходимые элементы ответа. Нужно научить их делать примеры на заданную тему в задании номер 23 и аргументировать свою точку зрения в задании номер 24. Ну а при работе с учениками-отличниками нужно особое внимание обратить, опять же, на самостоятельное конструирование определения термина, на интерпретацию результатов социологического опроса. У отличников западает раздел права, особенно отрасли права. Нужно научить их делать примеры на заданную тему и аргументировать свою точку зрения. В целом же, в своей работе учителям нужно больше внимания уделять методам проблемного обучения, выявлению причинно-следственных функциональных связей между социальными объектами, работе с понятиями, обращая внимание не на механическое заучивание определений терминов, а на генетическую связь между понятиями, находить родовое слово, и их существенными признаками, то есть нахождение видовых отличий. Это потребуется им не только в девятом классе, но и при новой структуре задания номер 18, уже единого государственного экзамена в одиннадцатом классе. Нужно обращать внимание на формирование абстрактно-логического мышления, чтобы они не описывали иллюстрацию в задании номер пять, а находили на этой иллюстрации социально значимую информацию. Работать с результатами социологического опроса, представленными в виде диаграммы, учиться делать выводы, корректно интерпретировать результаты опроса, причем делать это нужно не только когда мы изучаем раздел «Социология», а используя, допустим, данные в ЦИОМ, Всероссийского центра изучения общественного мнения, иллюстрировать подобными диаграммами и все остальные модули и темы курса «Общество знаний». Чаще использовать на уроке адаптированные научно-популярные тексты на обществоведческие темы, учиться искать информацию в них. Особое внимание нужно обратить на иллюстрирование теоретического материала конкретными примерами, учить детей самостоятельно подбирать примеры в теоретическом положении, обязательно следя за их полнотой. Ну и, наконец, учить аргументировать свою позицию, следя за полнотой используемого аргумента. Вот это те важнейшие выводы, которые можно сделать на основании результатов основного государственного экзамена 2023 года. Что касается 2024 года, я буду очень осторожен, потому что на сегодняшний день на сайте ФИПИ размещены только проекты, демоверсии, кодификаторы и спецификации. Они пока еще окончательно не утверждены, а это означает, что формулировки заданий, требования к полноте ответа и структуре ответа могут быть еще Федеральным институтом педагогических измерений утверждены. Но исходя из той информации, которая была выложена накануне 1 сентября, мы можем сделать с вами следующие выводы. Опять же, форма проведения экзамена, структура контрольно-измерительных материалов в этом году меняться не будет. Но у нас произошло несколько изменений, уточнений такого уже рядового характера косметического, касающихся формы представления задания, особенно в развернутой части. В частности, задание номер 12, напомню вам, это результаты социологического опроса, видимо, идя навстречу интересам учащихся, изменился вид диаграммы. Вы помните, что раньше столбики группировались каким образом? Что две группы столбиков было. Одна группа, относящаяся, допустим, к 30-летним гражданам, вторая группа столбиков, относящихся к 50-летним гражданам. И у той, и у другой группы было по 5 столбиков. И сравнивать такое большое количество столбиков, особенно слабо успевающим ученикам, было очень сложно. Поэтому двоечники и троечники, о которых мы только что говорили, даже черты сходства и различия не могли найти. То есть получить первые 2 балла за выполнение этого задания. По крайней мере, в той диаграмме, которая представлена в проекте демоверсии, форма представления результатов опроса изменена. Теперь будет не 2 кучки столбиков, а таких кучек будет 5. И в каждой кучке будет всего 2 столбика рядом, разной величины. Один из них 30-летний, второй столбик 50-летний. То есть ребенку глазами легче будет находить разницу или сходство при сравнении по одному искомому критерию. Благо эти 2 столбика будут расположены рядом. Поэтому если вот такой формат этого задания сохранится, причем я очень осторожно говорю, если он сохранится во всех вариантах, которые будут на территории Архангельской области, то я могу спрогнозировать, что количество учеников, которые 2 балла хотя бы получат за выполнение этого задания, оно возрастет. Потому что более очевидно будет сравнение. Но трудности с интерпретацией опроса, почему именно так считают 30-летние, 50-летние, они останутся. Но по крайней мере мы надеемся, что количество двоечников, а я вам говорил, что многим как раз 2 баллов не хватало, чтобы попасть в удовлетворительницы, и тех учеников, которые получили 3 балла, вот оно должно в результате вырасти. Вот это единственное такое визуальное изменение, которое произошло. Но, дорогие коллеги, обратите, пожалуйста, внимание вот на что. Сравнивать и смотреть нужно не только демоверсию, а обязательно смотреть кодификатор, потому что в кодификаторе перечислены все темы курса общества знания 6-9 классов, которые выносятся на экзамен. И в 2024 году количество этих тем значительно возросло. Туда включены многие новые темы, предусмотренные этими самыми федеральными рабочими программами по обществу знанию. И, коллеги, я вас умоляю, да, материя – это реальность, данная нам в ощущениях. Мне бесполезно объяснять, ну, точнее, вам бесполезно мне говорить, что нынешние там девятиклассники не учились еще по этим федеральным рабочим программам. Соответственно, они не изучали с 6 по 8 класс многие темы, которые зафиксированы в федеральной рабочей программе и теперь попали в кодификатор. Я лишь говорю о том, что нравится нам это или не нравится, но это содержание попало в основной государственный экзамен. Соответственно, оно будет спрашиваться со школьников в этом году. И вторая большая неприятность. Вы знаете, что в федеральных рабочих программах в девятом классе исчезли темы, связанные с отраслями права, потому что их изучение перенесено в седьмой класс. Я вам не случайно вот уже 71 минуту пою песню про основной государственный экзамен и про то, как трудно выпускникам 2023 года было отвечать на задания по отраслям права. Они оказались самыми провальными учеников. Если вы не пройдете каким-то образом эти темы в этом году, да не слышит меня министр образования Архангельской области, вопреки федеральной рабочей программе, за счет повторительно обобщающих уроков, а они все-таки есть у нас в федеральной рабочей программе, либо на факультативе, кружке, как-то самостоятельно, то у нас результаты основного государственного экзамена могут оказаться хуже предшествующего 2023 года. Ну и плюс посмотрите другие разделы курса общества знания, касающиеся и вопросов финансовой грамотности, и успехов российского импортозамещения в экономике, и многие-многие другие вопросы, ценности российского общества, традиционные ценности российской культуры и так далее. Это те новые содержательные темы, которые внесены в кодификатор. Они попадают, если судить по проекту демоверсии, даже в первую часть основного государственного экзамена. То есть отнесены к заданиям базового уровня сложности. Где можно найти эту информацию? За счет чего детей можно подготовить? Я обращаю ваше внимание на новый вариант учебников под редакцией покойного Лазаря Наумовича Боголюбова и ныне здравствующей Анны Лазебниковой, которая в 2023 году выпустила издательство «Просвещение». На сегодня это единственная линейка учебников, которая соответствует федеральным рабочим программам. Вы мне на это скажете, что школы не успели закупить эти учебники. Я все это понимаю, но даю вам прозрачный намек, что интернет – это великая сила. В нем размещены, в том числе и контрафактно, с нарушением авторского права, ресурсы, которыми можно воспользоваться, чтобы компенсировать нехватку учебников в вашей школе. Еще раз подчеркиваю, что единственные учебники, в которых есть все необходимые темы, закрепленные кодификатором в основном государственном экзамене, они есть только в этой линейке учебников. Никакие учебники, изданные до 2023 года, либо линейки других конкурирующих издательств, которые теперь выбыли из федерального перечня учебников, к сожалению, для сдачи экзамена не годятся. Они не помогут при подготовке к вот этим новым трудным темам, которые добавились у нас в кодификатор. Вот это те основные изменения, которые планируются в 2024 году, с которым придется столкнуться вам и вашим ученикам при подготовке к основному государственному экзамену. Если у вас есть еще вопросы, я с удовольствием на них сейчас отвечу. Если сейчас сразу сформулировать вопросы для вас затруднительно, я скажу вам, что запись сегодняшнего вебинара будет выложена на портале Архангельского областного института открытого образования. Я обязательно сделаю репост этой видеозаписи в наше с вами сетевое сообщество учителей истории общества знаний Архангельской области. Прошу коллег распространить информацию по вашим сетевым сообществам, в ваших районах, в ваших городах Архангельской области, чтобы она стала доступной для всех. И можно будет под этой видеозаписью, размещенной в нашем сетевом сообществе, написать вопросы. Иногда бывает сразу трудно собраться с мыслями. И напишите мне вопросы там. Я с удовольствием на эти вопросы достаточно оперативно вам отвечу. Ну, не смертельно. Как только запись будет, мы сразу ее обязательно распространим в педагогическом сообществе. А так, благодарю вас за участие в сегодняшнем вебинаре. Еще раз поздравляю вас с сегодняшним праздником и желаю вам и вашим детям успехов в освоении программы и сдачи основного государственного экзамена в этом году. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо.